МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ее можно взять с собой в поход или приготовить из нее полноценное горячее дома, а можно просто открыть и съесть. Вкусно, доступно, быстро. Речь о тушенке. Мясо, жир и специи состав качественной тушенки. Сколько процентов мяса должно быть в ГОСТовской банке, что на самом деле скрывается под крышкой, и какая тушенка самая вкусная, узнаем прямо сейчас. В этом нам помогут народные дегустаторы. Это обычные покупатели, которые каждый день приходят в магазин за продуктами. На их суд мы выносим 6 видов тушенки. Все из говядины высшего сорта. В дегустации участвуют. Под номером 1 говядина тушеная от Вурнарского мясокомбината. Образец номер 2 – Орел продукт. Мценск, Орловская область. Образец номер 3 – Калининградский тарный комбинат. Город Калининград. Под номером 4 – Ешкаролинский мясокомбинат. Образец номер 5 – ООО КМПЗ Балтпром мяса Калининград. Под номером 6 – Звениговский мясокомбинат. Недобросовестные производители тушенки в погоне за прибылью готовы закатать в банку все, что угодно. Переработанные хрящи, кожу, жилы, сою, сдобренные ароматизаторами и усилителями вкуса. Будем надеяться, что это не наш случай. Итак, пробуем. Из представленных блюд мне больше всего понравился первый номер. Первый. Мне первый очень понравился. Параду прошла, все попробовала. Жиры нету, вкусно. Первый номер был помягче, понежнее. Ну, так, как я люблю. Ну, конечно, мы любители, я все понимаю. В номере 2, ой, в номере 4 вообще нет специй. Абсолютно ни соли, ни специй. Костно, не нравится. Под первым номером. Почему? Вкус детства, вкус мяса. Номер 1, ну, это более сбалансированные вкусы. То есть можно поесть, и сразу ощущение, как будто или там на природе, когда-то поехал. В общем, ощущение с отдыхом связано, и ближе к лету время идет, поэтому я вот голосую за номер 1. Кстати, никаких надписей вроде «Завтрак туриста, тушеночка» на банках с настоящей тушенкой быть не должно. На правильной тушенке должно быть написано «Говядина или свинина тушеная». Он напоминает старинный рецепт. Ближе к деревенскому, ближе к домашнему. Сделано от души. В каждом блюде проявляется душа. Номер 6, самое первое место я оставлю. Третий номер пока на втором месте. Шестой я выбрала. Почему вам понравился шестой номер? Вкус насыщенный. Мясной такой вкус. Ну, я не знаю, как еще определить. Какая тушенка по-вашему вообще должна быть? Со вкусом мяса. Чтобы из нее можно было и суп сварить, второе сделать. И практически, чтобы не ощущалось, что это тушенка. За шестой. Будет такое мясо-честоганчик. Да, я тоже за шестой. Не делается. Ну, просто как мясо обычное. Больше такой естественный, в принципе, правильный. А как покупаешь мясо обычное? Ничего лишнего. Да, шестая сама. Ну, у нее действительно вкус мяса. И специи нормальное количество. И добавок пейтер, да? Ну, вкусная. Четвертая вообще невкусная. Такая она синтетическая какая-то. У нее оптимальный вкус, жесткость, мягкость. Специи достаточные и не перебор, не лишнего. Вкус мяса. Вот этот, что-то жидковатый какой-то. А этот более-менее такой, вот знаете, приятный ей вкус. Такой мне понравился. В народном голосовании лидирует образец тушенки под номером 1. Говядина тушеная от Вурнарского мясокомбината. На втором месте номер 6. Тушенка от Звениговского мясокомбината. Эти продукты побеждают остальные с большим отрывом голосов. Народный контроль пройден. Теперь окончательное слово за экспертами. Мы привезли наши покупки в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии. Здесь все 6 образцов тушенки исследуют на соответствие ГОСТу по жиру, белку и соли. Очень важный показатель – процентное соотношение мяса и жира. Основные показатели – это органолепические показатели. То есть мы определяем вкус, запах данной тушенки. Определяем внешний вид заложенного мяса в тушенке. Определяем вкус, запах бульона в разогретом виде. А из физико-химических показателей мы определяем содержание соли, содержание жира, содержание белка. И содержание – основной показатель – общий мясо и жира. Кроме этого, по ГОСТу исследуются у нас показатели соли тяжелых металлов. То есть свинец, кадр и мышьяк. Но к ним добавляется еще олово, так как у нас идут металлические баночки. Качественное тушеное мясо при разминании вилкой должно распадаться на отдельные кусочки массой не меньше 30 граммов. При этом оно должно быть сочное и не переваренное. На комплексную проверку понадобится несколько дней. В лабораторию на исследование поступило 6 образцов консервов говядина тушеная высшего сорта. В первую очередь мы определили фактическую массу мета. Содержание продукта во всех 6 образцах соответствует массе, указанной на этикетке. Далее эксперты определяют массовую долю мяса и жира. Согласно ГОСТу, в консервах говядина тушеная высшего сорта их должно быть не менее 58%. Так, в образце под номером 5 содержание мяса и жира на 30% меньше, чем того допускает ГОСТ. Содержание белка в образцах под номерами 3 и 5 также ниже норматива. При нормативе не менее 15% белка в них обнаружено лишь 8%. Также в образцах 3 и 5 обнаружено превышение по массовой доле жира. Также следует отметить, что экспертиза выявила в образце под номером 3 крупный фрагмент жировой ткани. Соли во всех 6 образцах оказалось столько, сколько нужно. Но это не помогло образцам 3 и 5 сдать экзамен на качество. Экспертизу не прошли образцы под номерами 3 и 5. Образцы консервов номер 1, 2, 4 и 6 полностью соответствуют требованиям стандарта безопасности. Тушенку вурнарского мясокомбинанта выбрали покупатели, а эксперты Центра гигиены и эпидемиологии подтвердили ее качество. Последнее слово, конечно, всегда за потребителями. Но теперь мы знаем, за какую тушенку не зря голосуем рублем. Субтитры создавал DimaTorzok